Задайте, пожалуйста, такое. Говори. Есть запись? Говори. Привет, друзья. Приветствую, друзья. Мы в прямом эфире. Сейчас ждем Эмина и будем вести с ним разговор. В эти дни, конечно, можно сидеть дома, можно уходить в себя, можно депрессировать, но лучше все-таки быть позитивным и лучше ощущать, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. И так и есть. И сегодня с Эмином, я надеюсь, мы поговорим о том, как проводить время в эти непростые для всех нас дни. Но и важно еще понимать, как из этой ситуации нам выходить, потому что рано или поздно, очень хочется надеяться, что все-таки это произойдет как можно быстрее, мы из этой ситуации будем выходить. И как вот тут действовать, как себя лучше ощущать и психологически, и не только психологически, мы и поговорим с нашим уважаемым Эмином Агаларовым. Сейчас ждем Эмина. Я рад, что к нам присоединяются подписчики и те, кто любит нашего уважаемого Эмина Агаларова, и те, кто читает наш сайт okmagazin.ru. И я хочу сказать, что мы не только на сайте активности делаем. Вот Эмин вышел, я тут. Сейчас налаживаем. Ну и где? Ну что, Эмин, с нами? Эмин, привет, привет, дорогой. Всем привет, Владимир, привет. Привет, рад тебя видеть, все хорошо. Но я только что прослушал твою песню в Инстаграме, вернее, песню Элтона Джона, которую ты спел и сказал, что ты будешь перепевать все песни Элтона Джона. Мне кажется, это отличная идея. И это такая прекрасная терапия будет и для тебя, и для всех твоих зрителей слушателей. Так что продолжай в том же духе. Хорошо. А делать больше нечего. У меня осталось только спорт и музыка. Все бизнесы закрыты. Ну так это же, слушай, прекрасная история. Вот вчера ты выложил невероятно красивую, романтичную песню. Это твоя песня была, да? Не-не-не, это тоже из репертуара Пресли. Ее написал, по-моему, Крис Кристоферсон. В 77-м году спел Элтона Джона. Очень много вот этой классики, которую я очень люблю. Я ее раньше пел, я когда-то с нее начинал, а сейчас как-то мне захотелось немножко вернуться. Так не просто немножко вернуться. Ты уж делай, как сказать, это глобально, как ты все делаешь глобально. И ты знаешь, что вот мы же на нашем аккаунте в Инстаграм, ok.magazin.ru, вопросы для тебя просили задать читателей. И, например, кто-то написал, что хотел бы от тебя услышать Криса де Бурга, Lady and Red, например, в твоем исполнении. Это очень сложная композиция, но я попробую. Мой дорогой, неужели для тебя что-то есть сложное, невозможно? Мне кажется, такого нет. Сложно, хорошо делать сложно, для этого нужно время, времени нет. Но теперь есть. Теперь есть, поэтому тут сейчас ты можешь этим заняться. И на самом деле тоже было, вот читатели, ты же с Хампердзенком пел в дуэте, да? Да. Тоже какие-то его песни, потому что такой вот романтический флёр, романтический настрой, это, конечно, абсолютно твоя история. И это то, что хотят люди сейчас. И видеть, и слышать. Я с удовольствием. Кстати, Энгельберда обязательно тоже что-нибудь спою. В общем, готовимся. На днях сейчас вот надо несколько песен вспомнить, распечатать тексты, потому что я не все помню. И как-то я в течение нескольких дней, я думаю, что-нибудь еще выложу. Ты своего, как ты сказал, пианистов-заложника. Да, да, да. У вас с ним очень хороший дуэт, на самом деле. Спасибо. Именно, дорогой. Я так понимаю, что вот у всех у нас сейчас, у многих и паника, и состояние такого шока, что происходит, что будет дальше. Но вот зная тебя давно, я понимаю, что ты человек-оптимист по натуре. И даже если что-то тебя, вот это вот, в тебе вот эта энергия неприятная сидит, но ты ее никогда не покажешь, и с ней борешься, и я абсолютно в этом уверен. И делаешь все для того, чтобы этот позитив нести и себе, и всем вокруг. Ну, в принципе, глобально все так, как ты говоришь. Но, конечно, в этот тяжелый, непростой период, вот этот оптимизм, он недолговечен. Хочется, чтобы поскорее все-таки вот это все закончилось. И меры, которые были приняты в разных странах. Потому что у меня там мама-сестры в Америке сидят на карантине, они с дома, потому что с ума сошли, месяц не уходят в Баку. Я не могу поехать к детям, потому что границы закрыты. И я ни в коем случае не жалуюсь, просто констатирую. Констатируешь, ну понятно, конечно. Мы все сами как бы застряли у себя дома. Понятно, что это время, которое мы можем провести там с семьей, заняться какими-то личными делами, собрать вещи дома, разложить их. Но это все в течение недели, максимум двух уже может осточертеться, на самом деле. Слушай, ну я у тебя был дома, у тебя такой идеальный порядок. Мне кажется, мне нужно дополнительный порядок наводить. Нужно создать беспорядок, но создать искусственный, да, потом собрать. А это да, это другой вопрос, да. Но нет предела к прекрасному. Но зато ты можешь еще больше времени своей маленькой дочечкой проводить, да? Это правда, да. Я сейчас с ней прямо много провожу времени. Это абсолютное счастье. Из трех детей ей повезло больше всех. Да, 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 да. Слушай, мой дорогой, смотри, вот сейчас, опять же, многие наблюдали, и я в том числе, твой онлайн-концерт. Для тебя, так сказать, это новая форма вообще, непривычная, когда ты, твои замечательные музыканты, а зрителей нет. Да, у нас был такой опыт с онлайн-репетицией когда-то, к какому-то концерту в Одноклассниках, по-моему. Это как эксперимент был, да? Да. И как-то, потому что нету обратной связи, то есть ты поешь этот концерт в камеры. Ну да. И как бы очень трудно сохранять ту энергию, потому что все-таки я привык выступать, когда в зале есть люди, и обмениваться с ними какими-то эмоциями. Здесь такая немножко односторонняя история. Мы ее попробовали, и, как мне кажется, нас уже там посмотрело около 4 миллионов человек, и это прямо очень удивляет, потому что я... Видимо, это говорит о том, что люди, которые сейчас находятся дома, в обычном своем рабочем режиме, в таком количестве, просто не смогли бы этого сделать. Поэтому, с одной стороны, мне повезло, с другой стороны, я понимаю, что, конечно, такой успех возможен, ну, в кавычках успех, по количеству просмотров, только вот в период такого карантина, когда мы все сидим дома. Сериалы, кино, книги, музыка сейчас самое востребованное, что можно продавать. Точно не фэшн, вряд ли журналы. Хотя, Эмин, мы продолжаем работать. Я знаю, и новый номер сейчас будет. В апреле выйдет новый номер журнала. Жизнь продолжается. Хотя, конечно, наши многие активности и на сайте на нашем, и в Инстаграм, но журнал выходит... Слушай, точки же есть, все до и азбука вкуса, и все магазины. Я скажу, что не все конкуренты издаются сейчас, то есть по миру в принципе. Поэтому то, что журнал выйдет, это, конечно, большое счастье. Я очень это рад. Ну вот, и спасибо большое. Для нас тоже это большое счастье и радость, поскольку мы с радостью эту историю делаем и продолжаем делать. Ну, знаешь, время-то онлайн, оно все равно, вот этого тотального онлайн, в который мы невольно все попали, оно все равно закончится. И я абсолютно уверен, что люди, как вот идет ролик такой мемовский, когда выпустили из карантина, и птицы побежали, побежали, побежали быстро, их очень много, и в разные стороны. То есть все равно люди захотят живого общения, захотят не только онлайн-концерт, но и живых концертов, живой музыки, именно вот живого общения с аудиторией. Это касается и музыкальной индустрии, это касается, я уверен, и театров, и кино. Это же произойдет, но это психологический фактор. Абсолютно. Да, но ведь к этому, да. Нас, если выпустят из дома всех на майские, в чем я сомневаюсь, то я думаю, что ни один человек не останется дома, и тогда как бы смысл карантина, он, наверное, немножко потеряется. То есть я думаю, что все-таки нас майские не выпустят, выпустят после майских, в какой-то момент, я надеюсь. И когда будет понятно, что можно выходить, я уверен, что первое, что люди захотят, это идти в рестораны, концертные залы, в театры. Но единственная проблема, что пока вот этот период, он длится, у людей, в принципе, либо нет достатка дохода, либо он уменьшился. И вот потребительская способность, естественно, она сильно за этот период упадет, если этот период продлится больше, чем полтора-два месяца. Но смотри, все равно ведь какая-то корректировка цен, наверняка будет происходить, хотя бы в первое время для того, чтобы наполнялись залы, концертные залы. Вот ты сейчас объявил уже афишу своих выступлений, объявил афишу фестиваля «Жара», который и в Баку, я надеюсь, очень произойдет, состоится. Ты знаешь, Вадим, я тоже очень на это надеюсь. Мне кажется, все артисты были вынуждены не просто объявить, а поскольку у нас весенние концерты все отменились, ну, по понятным причинам, нам нужно было анонсировать новые даты, чтобы люди не сдавали билеты, а шли как бы в концерт, вместо того, что там 28 мая где-то проходил, будет проходить 3 октября. Человек понимает, что, скорее всего, все закончится, и он с этим же билетом придет, сядет на то же место и отслушивает концерт своего артиста. Поэтому здесь как бы это такая вынужденная мера. Но у всех артистов теперь забиты осенние графики полностью, потому что они совместились с весенними. То есть ни у кого нет дат, это все очень сложно. А что касается цен, корректировка, она немножко упирается в сложность того, что рубль немножко уехал. Да. Не туда, куда нам хотелось бы. Хотелось бы, да. И в связи с этим весь импорт, естественно, подорожает, потому что все-таки мы продаем в рублях, закупаем в валюте. Соответственно, нам нужно больше рублей, чтобы рассчитаться с нашими поставщиками. Не только мы. То есть это все, что импортно покупаем. Поэтому корректировка цен произойдет в сторону, к сожалению, увеличения. Это с одной стороны. С другой стороны, если говорить о каких-то концертных площадках или торговых центрах или ресторанов, если понизить цены, то мы уйдем совсем в минус. То есть легче не открывать эти объекты. То есть есть какая-то точка безубыточности, которую нужно сохранять. Ну, как и в любом бизнесе. Ну да, в деле, конечно. Не потому, что мы хотим нажиться или заработать больше. Мы просто хотим выжить. Поэтому я думаю, что по всему, что происходит на местном рынке, корректировок цен возможно не будет. Они останутся такими же, но точно я сомневаюсь, что они смогут стать меньше. Но в целом из-за курса рубля цены скорее всего вырастут. Проценты на 50%. Скажи, Эмин, а вот в концертных залах на концертах та же ситуация? Та же, абсолютно. Она как бы идентична, особенно если это иностранный артист. Иностранные артисты не подешевеют, они будут просить столько же денег за концерт, сколько просили. Соответственно, теперь, если он стоил, артист стоил полмиллиона долларов за один концерт какого-то такого большого масштабного уровня, то нам нужно продать сегодня на 20% больше билетов. Мест в зале не прибавляется. Соответственно, эти билеты просто должны быть на 20% дороже, чтобы окупить его гонорар. Потому что продаем не в долларах, а в рублях эти билеты. Вот и все. Ну да, но это я говорю, ты прав, это такая еще психологическая перестройка должна произойти. А скажи, вот сейчас, я знаю, что фитнес-центры твои устраивают онлайн-тренировки. Происходят вот рестораны, там же тоже на вынос могут продаваться. У ресторанов мы запустили доставку, действительно, Кроксфитнес проводит онлайн-тренировки. Это не монетизация, это такой как бы имиджевый больше момент. Имиджевый эффект присутствия, что мы не утонули, мы еще на плаву. Чтобы было понятно, в Кроксфитнесе работает там около 400 человек, которые сейчас сидят дома. Но потом сеть же, она расширяется. Да, строится несколько фитнесов. А онлайн-тренировки это там по всем фитнесам может быть 30 тысяч рублей мы можем там заработать. То есть, это никак не решает тот заработный фонд оплаты, который висит на всех этих сотрудников. В ресторанах работает 1850 человек, которые на 95% сейчас тоже сидят дома и не работают. А по стране, если просто перемножить количество там ресторанов и работающих в них людей, то по моим подсчетам, наверное, если взять рестораны, торговые цены, все, что закрыто, то я думаю, миллионов 15 сейчас людей не работают и либо не зарабатывают, либо зарабатывают меньше. Что, в принципе, является такой большой экономической катастрофой для страны. Поэтому, конечно, надо и выбираться из этого состояния как можно скорее. И мы все очень надеемся, что все-таки какую-то государственную поддержку эти бизнесы получат. потому что тех, у кого нет подушки безопасности, они просто не выживут. Исчезнут. Именно, дорогой, но вот конкретики хочу вернуться к твоей афише. Ты заявил концерты, билеты на них уже начали продаваться? Да, билеты продаются, конечно. В онлайн режиме, да? Угу. И фестиваль «Жара», на котором я несколько раз был, который в какой-то пятый раз уже в этом году должен проходить? Это пятый юбилейный. Юбилейный, да. Мы добавили туда «Интернешнл Дэй», то есть у нас будут еще и зарубежные артисты, у нас будет вечер Дима Маликова, ну, это как у нас попало. Юбилейный, да, к 50-ти лет. Да, вечер Игоря Николаева, я буду делать свой кусочек вечера «Эмин энд Фрэнс», и к счастью у нас подтвердился легендарный Юрий Михайлович Антонов. И плюс еще 250 самых крутых артистов, да, да, но у тебя концерты, конечно, идут нон-стоп, но, знаешь, поразительная вещь, вот концерты идут, ну, по 5, по 6, по 7 часов, а совершенно нет ощущений, ну, я понимаю, потому что это еще телевизионные версии, там из концерта, да, делают две телевизионных версии, то есть один вечер реальный, это два телевизионных вечера, но совершенно нет ощущения у зрителей, что много, долго, никто не расходится, зал битков, и все сидят от и до, это какой-то невероятный эффект на самом деле происходит. здесь несколько таких пунктиков, как я считаю, которые этому способствуют, первое, то, что это происходит на улице, конечно, когда сидишь не в концертном зале, а сидишь на улице, уже вспоминает к вечеру, слегка, к вечеру, естественно, солнце уходит, и людям очень комфортно, во-вторых, ты не обязан сидеть все время на месте, я там организовал много барных пространств, там, випы, столы, у баров люди могут и прогуляться, и выпить, и перекусить, то есть ты не сидишь на такой прям телевизионной версии, где нельзя двигаться, ты просто кайфов. комфортная, да, обстановка. А с точки зрения длины концептов, это война каждый год, потому что я, естественно, пытаюсь сократить как можно больше по хронометражу, чтобы они не переходили до двух часов ночи, до трех, но, к сожалению, это, мне кажется, уже невозможно, потому что артисты, во-первых, приезжают там, допустим, кто приехал на один день, на один день, да, он говорит, ну что, я приехал из одной песни, но я буду петь там три песни. Ну, конечно, да. И, естественно, я понимаю, что люди тоже хотят услышать эти три песни, а не одну. И получается, вот так это немножко все растягивается, потому что... Но главное, главное, что это не утомительно, именно, это для нас, и наоборот, все это в радость. Для нас, организаторов, это тяжело, потому что все-таки это ответственность, которая с каждым лишним часом, это продакшн, это съемочная группа, это свет, звук, это еда, обслуживание, это все превращается в такую большую тяжелую историю. Тяжелую историю, как ты говоришь, в кавычках. Все начиналось, вот интересно, на ощупь, интуитивно, или ты понимал уже сразу, как и музыкант, и как бизнесмен, что это все разовьется в такую глобальную историю, собственно, какой сейчас является жара. Это целый холдинг, это много, много всего входит в этот холдинг, помимо концерта. Премия, которая на октябрь, да, перенесена, по-моему, в этом году. Да, премия на осень мы перенесли, фестиваль Дюссельдорфе тоже на осень, фестиваль Монахо тоже на осень. Пока у нас вот по плану жара Баку и жара Бодрум, Ялаковак Марина, которая будет в конце. Это происходило, с одной стороны, интуитивно, с другой стороны, я, как человек, который занимается все-таки коммерческой деятельностью, я вижу где-то какие-то возможности и понимаю, что вот я двигаюсь в правильном направлении и как бы вот жара Баку, она началась, в принципе, с 10 лет назад, с моих, даже больше лет, наверное, 15 концертов. Концертов. То есть я делал концерт, чтобы открыть свой вот этот курортный объект небольшой, а с собой хотел привлечь туда чуть-чуть больше внимания, ну, совместить полезное с приятным, как я люблю. Ну, да. Потом я понял, что я могу, не могу каждый год выступать сам. В следующий год я пригласил Леоню Агутину, через год Григория Викторовича Лепса. А потом так случилось, что мы совместили несколько артистов в один день, и как раз Сергей Вячеславович Кожевников был с нами тогда в Баку, и Гриша, и была Анита Цой случайно в Баку выступила, и Слава была в Баку. Вот так случилось, в один день получилось такое мини-фестиваль. И мы все вместе посидели и решили, что, ребят, давайте... А почему бы и не развить эту историю? Ну, сделаем не пять артистов, а десять. И вот, когда мы начали делать десять, у нас первый день, первый фестиваль, пять лет назад приехало около 50 артистов. Нам казалось, что это, ну, уже просто, это какая-то фантастическая цифра. А теперь у нас 250. То есть это... И не кажется, что это фантастическая цифра? уже мне кажется, что даже, может быть, надо увеличить количество дней, количество артистов, все это круто. А вокруг этого, поскольку я нахожусь в этой музоиндустрии, лейбл «Жара» вот очень хорошо у нас запустился вместе с моим партнером Бахти, очень много крутых артистов, Хамалин Ваид, Джонни, Андра, сам Бахти, я на лейбле у нас там, Валерия на лейбле, допустим. И сегодня много вот абсолютно разного возраста, разных артистов, около 100 артистов подписаны на лейбл, и лейбл существует чуть больше года. И это действительно большой успех. Ну, «Жара» мегазин твой конкурент, ты знаешь. Журнал модный. Ну, слушай, мы делим территорию все-таки как-то, мы изначально как-то говорили. У вас более взрослая, окей. Радиостанция «Жара» мне казалась всегда очень логичным проектом. Продолжаем, конечно, конечно. Я понимал, что в радиопространстве российском, ну, в частности, в данном случае, московском, нет станции, которая будет крутить актуальную музыку, которая сейчас популярна среди молодежи в стриме. То есть, наши плейлисты формируются на базе того, что люди сами ищут и слушают в интернете. То есть, я попал на эту радиостанцию в эфир как артист и минт, только после того, как я записал дуэтную песню с Джонни, фактически. Ну, точно. Там где-то ночь мог прозвучать, да. Потому что это единственное, что в моем репертуаре сегодня более-менее актуально, причем на общих основаниях. Ну, и что касается телеканала «Жара», я очень доволен этой командой и результатом. Во-первых, он стал уже таким именитым музыкальным каналом, канал, который проводят фестивали по всему миру, канал, у которого много разных проектов, и в этом году я думаю, что этот канал выйдет уже на какие-то плюсовые показатели. Позиции. Ну, здорово. Ну, кстати, вот возвращаясь к фестивалю «Жара», это же еще и открытие новых имен. Думаю, не только я, но и многие вообще услышали впервые о существовании певицы Зеверт, когда она спела в дуэте с Филиппом Киркором как раз на «Жаре». После этого у нее такое вообще ренессанс, и такая история. И она, кстати, была на обложке «Жары», а недавно она была на обложке «Журналаки», поэтому какие-то пересечения у нас есть. Ну, это абсолютно работает. Я считаю, что это инструмент, инвентарь, который, если его правильно так назвать, который есть, он 100% дает поддержку артистам. И прелесть фестиваля заключается в том, что это все-таки эфир Первого канала. У Первого канала, естественно, огромная аудитория, и мы один из самых востребованных музыкальных проектов. Но Первый канал все-таки любит более взрослых, зрелых артистов. И когда мы их совмещаем с молодыми, фактически мы даем целому срезу населения, которым там сегодня за 30, за 35. Услышать свежего артиста, чего они, в принципе, сами могут и никогда не сделать. Ну, может быть, если внучка или ребенок включит в машину, а по-другому они не пересекутся. А вот это дает действительно такую возможность. Ну, это на самом деле это и прекрасно, вот этот микс, когда традиции, когда истории. Это целая цепочка получается, стройная такая, логичная. Эмин, а вот интересно, фестивали «Жара» такие вот экспресс-фестивали, да, наверное, можно назвать. Вот был в Сочи, теперь планируется в Турции, в Монако, в Германии, в Дюссельдорфе. Кстати, кто-то из читателей написал, а не планирует ли Эмин провести «Жару» в Минске, что якобы об этом где-то заявлял. Да, да, да. Мы в переговорах, да, в переговорах, я думаю, что это будет следующий год. Мы добавим, что там тоже ждут. Скорее всего, Минск, Израиль и Америку. Ну, вот пока у нас такие планы. Скажи, вот эти... Экспресс или нет, почему они один день, как и в Баку, мы начинаем с малого, мы понимаем, что люди должны привозить и место, и вот какая будет обстановка и атмосфера. Я уверен, ну, бодрум, во-первых, уже два дня в этом году. Ну, да. Я уверен, что после проведения первых фестивалей, вот первого раунда, в первый год, в следующем году это два дня, дальше это, может быть, и два, и три, и уже посмотрим. Но совершенно точно это можно все растить, расширять, и я очень скрупулезно подхожу к выбору артистов. Не потому, что кто-то мне нравится, больше, меньше, потому что я вижу в этом все-таки какую-то коммерциализацию, да? Коммерциализацию, если правильно я выразился. Ну, да. Для того, чтобы пробрать тех артистов, которые, во-первых, ну, найти золотую середину, на которых люди идут и покупают билеты, а с другой стороны, чтобы фестиваль все-таки сохранил свою модность и актуальность, это разбавляется молодыми артистами, которых, может быть, на которых еще не так охотно покупают билеты, но которых очень охотно слушают, и, может быть, не всегда у них есть лица, потому что человек вот слышал песню на радио уже 30 раз, а как артист, он не знает. Ну, да, это тоже имеет значение. Ты знаешь, кстати, я сейчас подумал, вот мы говорим о том, что жара пятый год будет проводиться, а ведь этой осенью мы планируем пятую юбилейную премию нашего ОК-магазин «Больше, чем звезды», где мы тоже собираем и молодых актеров, и певцов, и суперзвезд. Да, и театры, и кино, да. И театры, и кино, и вот в этом смысле тоже момент, о чем мы говорим, от традиций к сегодняшнему дню, к завтрашнему дню, это очень важно, чтобы эта цепочка никогда не прерывалась. И поэтому вот Антонов, про которого ты говоришь, ну сколько уже он классик, переклассик, да, но при этом абсолютно его музыка включается, и неважно, сколько тебе лет, все начинают наживать, и какая-то в этом смысле, ну мы же дома, дома может все что угодно происходить. Слушай, Мина, вот ты сейчас находишься дома, а скажи, вот интересно, вот какой у тебя график, ты когда встаешь утром, ты же, когда ты работаешь, от меня у тебя дедлайн, за дедлайном, ты человек дедлайн сам по себе. Да, у меня сейчас все поменялось, я встаю как попало, и ложусь как попало. Могу сказать, что ни в чем себя, в принципе, не ограничиваю. Я как-то стал мощно заниматься спортом, потому что просто делал... Ты всегда был мощным спортом, у тебя весь инстаграм, ты в спортзале с твоим другом Павлом. Да, сейчас час, вчера я позанимался в спортзале у себя дома, на тренажерах там покачался немножко, потом пошел час, поиграл в футбол с ребятами, нас там шесть человек, такие вот мои соседи. И потом вот с Пашкой поиграл в теннис тоже, часа два еще, то есть я даже подхуднул немножко, готов к новым вершинам. К трудовой обороне. А скажи, вот спорт для тебя это удовольствие, или это вот необходимость держать себя в форме? Ну и то, и другое. Если я уберу спорт, то я, конечно, рассыплюсь, потому что все-таки 40 лет. Ну все, ты это знаешь не понаслышке, тебе уже 41. Да, мне 41, да. Я спортсмен от природы, понимаешь? От природы здоровой. Слушай, у меня один раз в жизни я играл в футбол, я помню, в школьные годы это было, и меня заставили играть в футбол. И я от зажима или от волнения, я не знаю, что это было, я забил гол в собственные ворота. На этом моя футбольная карьера закончилась. Но, дорогой мой, энное количество лет назад я снимал фильм про Пеле, про футболиста. Хотя для меня в этой истории было гораздо важнее не то, сколько голов и как он их забивал, а в какой-то момент я говорю, господин Пеле, вы же пишите песни, вы их поете, а у меня здесь есть гитара. Я достаю гитару. Он говорит, нет, 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 я петь не буду. Я ему дал гитару. Басанова. Разные вот эти мальчики. У него потрясающие баритоны, я не знаю, слышал-то или нет, он настолько великолепно пел, остановить невозможно было. Где-то пять песен он спел. Так что... Слушай, вообще вот эти все великие, большие люди, и спортсмены, и актеры, то есть никто не знает, поет Дэнни Дэвитта. Вот так. Поет, да, вот Стивен Сегал уже все знают, поет, да. Да, да, да. Мастер Акидо, такой вот большой дядя, и так офигенно играет на блюзовую музыку, на гитаре. Среди спортсменов есть много людей. Мне кажется, музыка, она вообще увлекает всех в какой-то момент, просто кто-то об этом забывает и не обращает на это внимание. Или кто-то об этом не знает еще, может быть, да? Да, а бывают случаи, когда вот все-таки человек живет целую жизнь, и поет, и играет, и как-то для себя это делает, и получает удовольствие. Потому что музыка, на самом деле, она очень такая регенерационная, мне кажется. То есть если ты поешь, то ты как-то обновляешь свои мозговые клетки, что ли, как бы очищаешься от какой-то там проблемы, переживаний, как-то просто мир становится ярким. Такая терапия ярким, да. Но, кстати, я не знаю, знаешь, что или нет, что мой брат поет и пишет песни, и давно это происходит. Мой брат секс-сингл страны, как мы можем это не знать? Вот. Может быть, какой-нибудь концерт его сделаем где-нибудь на какой-нибудь площадке совместно? У нас есть для этого Vegas City Hall, отличная, мне кажется, камерная площадка. Я как раз начал подумать о том, чтобы сделать там свой концерт вот каверов такой для, ну, небольшой аудитории. И вот как раз твой брательник может до меня или после забить дату. Выступить. Я думаю, мой брательник нас сейчас слышит, поэтому он может это уже, так сказать, про это начать думать. Вот. Имин, дорогой, ну, хорошо, значит, спортом позанимался. Дальше что? В какой момент ты обращаешься к своей любимой дочке? Ой, ну, у меня день с нее начинается. Процедура купания. Ты сам купаешь? Да, воду, просто ей что в бассейн, что в тазик, что угодно ей, да, она будет там полискаться, пока не вытащишься. Вытаскиваешь, она уже научилась. Не-не-не-не-не-не, она говорит, не хочу. Слово да еще не научилась, а слова нет уже научилась. Нет, нет, уже знает. Не-не-не, головой так крутится, теряет равновесие. Я езжу на работу практически каждый день до сих пор, потому что есть несколько ключевых сотрудников, которые тоже вот у нас сейчас работают, особенно по сравнению отдела кадров. У нас очень много вопросов, естественно, и много направлений. В компании работают около 15 тысяч человек, соответственно. Ну, большая ответственность. Ну, в основном он лежит на отцовских плечах Ара Скиндерыча, но есть часть подразделения, которым как бы занимаюсь непосредственно я. Ну, и все, вечером такие посиделки либо дома, либо у нас вот здесь, где я живу на территории, есть небольшой ресторанчик. И вот несколько соседей мы там можем посидеть, погрызть семечки. У нас снова вылечить. Я мозоли натер себе на пальцах от семечек. Просто-просто от того, что нечего делать. Можем фильм какой-то посмотреть, поиграть там в карты, в дурачка. Ну, у тебя же еще такой у вас на территории пруд потрясающий красоты. Ну, в нем не поплаваешь сейчас. Ну, не поплаваешь. Но можно же по этой территории погулять немножко эмоционально. Погулять это спасает, действительно, потому что гулять действительно можно. Но мне кажется, люди, те, кто действительно хотят гулять, они до сих пор это делают. Где бы они ни находились. Ну, да. Хотя, конечно, в городе это сделать сложнее. В Москве... Парки закрыты, к сожалению. Да, это только можно, я думаю, знаешь, вот сейчас многие балконы переоборудуют и делают парки на балконе. Это к тому, что меняйте свою недвижимость в городе на недвижимость за городом. Да, за городом. Да, да, да. Где можно погулять. Но вообще, конечно, переоценка ценностей. Я говорю, балкон, который для многих просто был забит ненужной утверью, я так понимаю, сейчас это такое окно в мир. Ильина, вот вопрос, хочу вот пару вопросов еще задать, которые были, от наших читателей. Ну, во-первых, много очень вопросов по поводу его дуэта с Аней Лорак. Будет ли продолжение? Ну, у меня несколько дуэтов с Аней Лорак. И как-то мы в последний раз говорили с ней. Мне кажется, что она немножко хочет поменять направление своей музыки в плане того, что она не хочет писать дуэт, не хочет заниматься сфорной карьерой. Но я надеюсь, что это такой период и рано или поздно мы, конечно, вернемся... Ну, конечно, и нет, слушай, но это не может быть только белое либо черное. Во-первых, у нас есть потрясающий автор, Максим Александрович Фадеев, который оба дуэта наших написал. Нам надо проститься, я не могу сказать. Поэтому я думаю, что как Каролина созреет, я всегда открыт и с удовольствием здесь спою. Она вообще мега вокалистка, красивая артистка, с ней быть на сцене... Человек красивый, это важный, очень хороший человек. Ну, в общем, я понял, я с Каролиной тоже поговорю тогда, ладно? Я спродюсирую ваш новый дуэт. Скажи, а с Гришей Лепсом? Ну, с Гришей у меня такой перманентный, мне кажется, дуэт, потому что мы часто... слушаем музыку, мой партнер, мой друг, у меня с ним вместе ресторан, мой соорганизатор фестиваля «Жар в Баку». И вообще близкий моему сердцу человек, и мы часто переслушиваем много всякой музыки, новых песен, ему присылают много песен, мне тоже что-то присылают. И всегда заканчивается тем, что... Ну, вот это мы с тобой споем вместе, Гриша. Я говорю, что спели с тобой дуэт? Ну, будет еще дуэт. Или я, я помню, записал песню на английском, языке, я не вспомню, как она называется, но зато вы ее все знаете на русском. Гриша ее, когда услышал, говорит, о, давай ее сделаем вместе на русском языке. И оказалась эта песня «С добрым утром, земля». Мы заказали текст, текст нам сразу понравился, и вот с Гришей записали такую адаптацию моей англоязычной песни, она стала такой большой песней на русском языке. Ну, здорово. Ну, в общем, продолжение следует. А скажи, а вот как ты сам сочиняешь? Какой... Я понимаю, что это такая хрупкая очень история вот сочинения песен, но в принципе у тебя есть какие-то в этом смысле вот что является, может быть, эмоцией? Имеет значение, где ты находишься в этот момент или как вообще вот с этой точки зрения? Ну, ты знаешь, в принципе, это вот происходит вот таким образом. Сажусь, значит, я за инструмент. Так. Проверю, что он работал. гениально. Да. Так, давай, смотри. Я, во-первых, не пианист, как ты понимаешь. Почему? Я этого не понимаю. Именно это я должен понимать. Кажется, ты и пианист в том числе. Слышно, да? Да, 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 отлично. Ты видишься, наигрываешь и думаешь, вот есть такой ход, но давайте вот сейчас. Песня, вот у меня была песня на краю. Наверное, будет лучше, если тебе я не скажу. И в принципе, это несложно. Потом как-то я сидел и сочинял песню на простых аккордах. Звоню Ире Дубцовой, говорю, Ир, не могу с текстом справиться. Она говорит, давай я подъеду, наиграешь. Я сажусь и пою ей. Что-то, что-то там на стекле. Она такая хватается, загонит. Ими. Ты же мужик, что за херня? Я говорю, ну вот видишь, у меня не получается. Например, когда написала текст. Это гениально. Какие, говорит, капли дождя. Кручился у нас этот где ты сейчас? Не часы, минуты. Больше не для нас. Ну вот песни так и рождаются. Ничего в этом такого сложного нет. И мне кажется, что просто надо сидеть и вот тыкать пальцами в инструмент и сочетать какие-то тексты. Иногда из этого что-то получается. А скажи, вот новая твоя песня, прям совсем новая, когда была написана? Когда? Ну ты имеешь в виду из самых-самых последних? Да, да, из самых последних. Которая вышла или выйдет? Которая еще не вышла. Может, ты проанонсируешь? Дорогой. Он называется силуэт, который действительно выйдет скоро. И буквально, я думаю, что дней через 10. Это прикольный трек очень. Я думаю, что он найдет свое слушательство, потому что он необычный, подвижный, с офигенным текстом, который написал, кстати, Лог Дог. И он же написал текст песни «Девочка моя». Но самую первую приличную песню, которую я в жизни сочинил, многие, наверное, слышали, она... Знакомые аккорды, да? You may be the only love I had ever known And it's got to last Forever Things are wrong And now It's over Love is gone No mine is still wrong Да. И это было... Ну, дальше, дальше. 15 лет назад. Сколько? 15 лет назад. 15 лет назад. С нее все и началось в моей жизни. Да. А скажи, ну вот, может быть, вот эта песня, которая через 10 дней, как ты говоришь, выйдет, может, ее как-то вот чуть-чуть ампео, что называется, проанонсируется? Не хочу попалить карты споешь, а? Да подожди 10 дней. Подожди 10 дней. Нет, не буду пока. Хорошо. Главное, мы говорим нашим слушателям, зрителям, что через 10 дней выйдет новая песня Эмин. Да, по-моему, с 17-го числа релиз. Там 10-12, сколько? 11 дней. 17-го числа релиз. Совсем скоро. Совсем скоро. Ждем. Скажи, пожалуйста, Эмин, вот такой вопрос, опять же, от наших читателей. Какой твой жизненный девиз? Вот можешь так сформулировать? Это, конечно, такие вещи, они такие сложные, может быть, чем-то абстрактные, но с другой стороны, мне кажется, ты тот человек, который про это должен как-то вот думать, чувствовать, ощущать. Ну, жизненный девиз, как бы если так примитивно совсем, всегда идти вперед к своей цели. Но как бы если смотреть немножко шире на то, что я сейчас пытаюсь сказать, во-первых, должна цель быть перед глазами. Да, осязаемая. Идти вперед, непонятно куда и зачем, тоже не очень логично, да? Поэтому цели желательно ставить высокие и такие практически недостижимые, потому что тогда путь к этой цели становится более, наверное, длинным и дает возможность для большей самореализации в какой бы области ты эту цель перед собой не ставь. Да, точно. И поход к вашей цели, это всегда ежедневные шаги к ней. То есть, каждый день нужно вот просыпаться и думать, что я сегодня сделаю, чтобы прийти к своей цели. У меня много целей, поэтому я каждый день просыпаюсь и куда-то иду все время к своим целям, и иногда у меня что-то получается. Естественно, здесь и доля удачи присутствует, и поддержка близких, родителей. Но в целом я могу сказать, что каждый день надо работать и делать это без выходных и, естественно, уделять время семье, но если вы хотите чего-то добиться, то вы все свободное время, такое, не обремененное семейными там и бытовыми вопросами, должны посвящать по ходу к цели, а не там сидеть за сериалами, играми, я не знаю, и алкогольным. Ну да. Ты знаешь, ты говоришь такие очень важные тонкие вещи, и вот зная хорошо тебя, я абсолютно точно знаю, что это выстроено, это то, через что ты прошел и то, через что ты проходишь, а не просто слова. И поэтому от тебя это услышать очень важно на самом деле. Я всегда всем своим друзьям говорю, успех мерится только результатом, поэтому можно считать себя успешным, но всегда есть кто-то еще более успешный в любой области, да, поэтому работайте, 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 и все получится. Здорово. Я тебя перебил, извини. Нет, тут ревосклициальных знак хочется поставить. А скажи, вот настроение сегодняшнего дня, какая твоя песня? Вот сегодня, вот прямо конкретно сегодня, вот на дворе сейчас, я тоже сейчас за городом нахожусь, и солнце не... Ну если говорить про сегодня, это бы прозвучало вот так. Да. Да. the end is near подожди, подожди, the end is near and so I face the final curtain my friend and now the end is near, понимаешь? Известный всем my way, это как раз то, о чем бы я сегодня не спел. Ну это, конечно, с долей сарказма. А из твоих песен? Из моих песен. Из моих песен. У меня вот такое количество песен, что я ни одну не могу вспомнить, понимаешь? Не знаю, дайте мне время, и я вам все спою. Хорошо. Глядите за моим инстаграмом. Да, 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 да. Слушай, вот скажи, пожалуйста, что вот закончится самоизоляция? Что самым первым делом что ты сделаешь, Эмин? Ну, постараюсь открыть все свои объекты, которые сейчас закрыты. Это несколько фитнес-центров, это около 30 ресторанов, несколько торговых центров и так далее. А скажи, а сейчас после нашей беседы чем ты займешься? Это будет спорт? Ань, на работу поедешь, да? Ну что ж, я хочу тебе пожелать, чтобы, во-первых, я очень рад тебя видеть, я очень рад тебя осмотреть. Это взаимно. Вот. И мы как-то так, не так часто получается по душам поговорить, и вот сейчас, мне кажется, тот самый момент, когда какая-то, знаешь, вот точка покоя, которая дает возможность, во-первых, глаза друг другу посмотреть, увидеть друг друга, да-да-да-да-да, услышать друг друга, и, знаешь, вот эта вот гармония, которая в тебе есть, и мне кажется, она, ее ничем не сбить, вот это вот то основание, которое в тебе ощущается, вот эта гармония, мне кажется, она разливается и на твоих близких, и на твоих друзей, и на тех, кто связан с тобой бизнесом, и это очень важно. Ты очень надежный, ты очень надежный, последовательный человек. Спасибо. Я это говорю совершенно искренне. Я вас не поведу. Да, мой дорогой, хочу тебе сказать взаимно. Спасибо. Удачи тебе. Ну что ж, теперь каждый день будем такие флюиды друг другу посылать. Я готов. Я тебя обнимаю, дорогой. Ну что ж, до встречи, и всем нам тонуса, терпения, и до скорой встречи. Ура. И, слушай, вот несколько просто аккордов, хотя бы какой-то песни финальной, просто завораживаюсь. Ну давайте, друзья, я с вами прощаюсь, и напоследок, а напоследок я... Wise men say Only fools rushin' But I can't Fallin' in love With you. Любовь все победит, Эмин. Спасибо, дорогой, тебе. С нами сегодня Эмин Агаларов. До новых встреч. Обнимаю, дорогой. До встречи. Спасибо. Обнимаю. Обнимаю. Продолжение следует... Продолжение следует...